Генерал-майор Ласкин Генерал-майор Ласкин Истину запечатлела беспристрастная кинохроника Генерал-фельдмаршал Паулюс Его начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт Генерал-лейтенант Шумилов Проверяет документы плененного фельдмаршала Михаил Шумилов Командующий 64-й армией Одной из двух вынесших основную тяжесть Сталинградских боев Был участником и других главных Сражений Великой Отечественной Генерал награжден не только за Сталинград, но и за Курскую дугу, освобождение Харькова, форсирование Днепра. Но в истории его имя навсегда оказалось связанным в первую очередь с немецким генерал-фельдмаршалом. 4 февраля 1943 года на площади павших борцов в центре Сталинграда у разрушенных стен центрального универмага, где пленили Паульса, прошел митинг победителей. А вечером того же дня состоялся ужин, который устроили в честь Сталинградской победы. Шумилова за столом многие расспрашивали о допросе Паульса. В его пленении командарм 64-й сыграл исключительную роль, отметил член военного совета фронта Никита Хрущев. Шумилову одному из первых вручили полководческий орден Суворова, а также медаль за оборону Сталинграда. Однако была еще одна награда, которая имела особую ценность в глазах всех советских полководцев. По старинному обычаю, сдаваясь в плен, средневековые рыцари отдавали пленившему их победителю свой меч. Также поступил и фельдмаршал Паулюс, вручил подчиненным генерала Шумилова свой пистолет. Но командарм 64-й не стал оставлять себе трофейный Вальтер. Почему он так сделал? И кому передал его? Чего на самом деле стоила Шумилову победа в Сталинграде и пленение любимца Гитлера? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В мае 1942 года Красная Армия предприняла попытку освободить Харьков. Но контрнаступление закончилось неудачей. Через две недели после начала операции части вермахта окружили Барвенковский выступ, который стал для Юго-Западного и Южного фронта не плацдармом для наступления, а попуткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потери Красной Армии и в самом деле были очень тяжелыми. Но главное, после поражения советских войск под Харьковом, немцам открылась дорога к нефти Кавказа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И перерезли Волгу, по существу, был бы отрезан весь центральный промышленный район, в том числе поставки с юга продовольствия, нефти, самое главное, из Кавказа. И армия бы осталась без топлива, без горючего. Но казалось, остановить немецкую танковую армаду никому не удастся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Советские войска с тяжелыми боями отступали к Сталинграду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После прорыва войск Юго-Западного фронта образовался вот такой вот огромный район, который нужно было оборонять. Только что формированный Сталинградский фронт, он, ну, зачастую не мог охватить вот эту всю линию обороны. Ставки сознавали, ситуация тяжелая, резервов нет. Личный состав подавлен событиями под Харьковом. Верховный главнокомандующий решил провести целый ряд замен командного состава Сталинградского фронта. Генерал-лейтенант Гордов, которого назначили командующим после Тимошенко Сталинградским фронтом, он прокомандовал месяц, ничем себя не зарекомендовал. Вот. И назначили туда Еременко, а 64-й армию принял Шумилов. Маршал Еременко писал про Шумилова. Он был похож на таежного лесоруба, высокий, широкоплечий, с большими ладонями, с широким лбом, с цепким взглядом охотника. Вспоминали про генерала главным образом в критические моменты, потому что у него было особое качество. В любой ситуации Шумилов сохранял редкое хладнокровие и избегал суеты. Шумилов был очень скромным человеком. Он о себе лишний раз никогда не говорил. Это вот из разряда тех людей, которые... Вот он лучше сделает, чем будет говорить. А когда мне показали фигурку Шумилова, как один скульптор предлагал, я сказала, говорит, не Шумилов. Стоит, руку кверху поднял. Какой? Это не Шумилов. Это другое. К концу июля немцы оттеснили советские части за Дон. Линия фронта сильно растянулась. Линия фронта огромная. Там фронт более 300 километров территории прикрывал. И в конце концов задача 64-й армии свелась к тому, чтобы прикрывать южный фланг. Если бы не удалось держать южный фланг, то реально создавалось окружение 62-й армии Чуйкова. То есть вот если бы южный фланг был оголен, то чем закончилась Сталинградская битва, можно теперь только гадать. Гитлеровское командование, понимая, что буквально еще одно усилие позволит добиться победы, решило ввести в бой существенные резервы. Четвертую танковую армию генерала Гота, которая была нацелена на Кавказ, развернули на Сталинград. Счет пошел даже не на дни, на часы. Шумилов приказал выстраивать оборону у разъезда с говорящим названием 74-й километр. Именно столько оставалось оттуда до Сталинграда. То есть танки Готы могли ворваться в город через пару часов. Но они застряли на этом рубеже на три недели. Несмотря на то, что степи, местности забилуют и высотами, и балками. И вот проанализировав состав войск, Михаил Степан Шумилов достаточно умело маневрировал противотанковыми средствами и умело пользовался, прежде всего, артиллерией. Шумилов не стал стрелять, что называется, по кустам. Он сформировал дополнительные разведывательные команды, которые позволили эффективно расходовать каждый снаряд. Это были, ну, пожалуй, самые тяжелые, самые кровопролитные бои. Но они предопределили Сталинград. Они задержали. Ведь Гитлер рассчитывал, ну, за неделю. 25 июля он возьмет город. А он подошел к городу только 13 сентября. За три недели у разъезда 74-й километр немецкая армия потеряла около 350 танков и несколько тысяч солдат. Аристократа Года, построившего карьеру в генеральном штабе, победил выходец из крестьян Шумилов, который о судьбе военного не мечтал. Хотел учительствовать. 15-16-летнего юноши поступил в учительскую семинарию, который в течение, там, пяти лет окончил ее в 16-м году. Но в это время уже шла уже война, Первая мировая война. Он успел повоевать и в Первую мировую войну, и участвовал в сражениях, гражданской войне. То есть он уже с 18-го года был командиром полка. Это 255-й полк, который воевал на территории Пермского края, участвовал в крупных операциях, таких как поход на Тобольск. Именно педагогический талант определил командирский успех Шумилова. Михаил ставил задачи просто, доходчиво, без ненужного крика. Дверь в избу, где ночевал Шумилов, распахнулась. Дежурный закричал, белые вывели наших и окружили деревню. Мы в ловушке. Это было в июле 1918 года. Михаил командовал ротой красноармейцев в составе батальона, который несколько часов назад потеснил противника под Тобольском. Затем, передав завоеванные позиции по дошедшим резервам, отправились на отдых. А белые предприняли контратаку. Шумилов дал приказ прорваться из деревни на север к лесу. В цепь! За мною! Ура! Но не успел пробежать и десятка метров, как раздалась пулеметная очередь. Сразу несколько пуль вонзились в руку и ноги. Бойцы, увидев, как командир упал, замешкались, собрав последние силы. Михаил скомандовал, не бегайте, держитесь строем, вперед! Казалось, сейчас он потеряет сознание и останется лежать тут. Но подбежали санитары, подхватили Шумилова и буквально на своих плечах вытащили из-под огня. Тоже в июле, но уже 1941 года, генерал-майор Шумилов вновь готовился вести бойцов в контрнаступление. Киноэпопея блокада. Режиссера Михаила Яршова воссоздает момент, когда немецкие танки победоносно шествуют от захваченных Латвии и Литвы к Ленинграду. Это были танки 4-й немецкой армии Гёбнера. Но на их пути встал 11-й стрелковый корпус Прибалтийского особого военного округа под командованием Михаила Шумилова. 11-й стрелковый корпус, он вел тяжелейшие бои, как и вся наша группировка в Прибалтике. А он прямо с июня попал, вот уже практически достаточно серьезные боевые столкновения велись. Это группа армий «Север» действовала уже на нашем фронте. 8 июля 1941 года 11-й стрелковый корпус соединился с частями Чудской военной флотилии и занял оборону на берегу Одноименного озера. Две недели немцы безуспешно пытались прорвать оборону, а затем вышли в тыл частям корпуса Шумилова и окружили их. Русский солдат в бункер. Вы окружены. Вы должны убить свой командир и комиссар уходить. Вы встаетесь и живете. Иначе вы будете за счет немецкий огнем. Что они говорят? Трудно перевести. Что-то про нашу матушку и про фюрера. Они отказываются. Во многом окружении это носило психологический характер. Когда связи еще не было такой разветвленной громкоговорители, вы в окружении, это на людей действует деморализующее. Шумилов первую же ночь в окружении приказал направить лучшие части в разведку боем, чтобы найти дыры в обороне противника. Бойцы 125-й стрелковой дивизии, выполняя приказ, смогли захватить понтонно-мостовой батальон противника. И утром 31 июля 1941 года части корпуса пошли на прорыв. К заслугу Михаила Степан Шумилова того периода, который тяжело вообще для всей нашей армии проходил, это конец июля-август, Шумилов сумел на остатки корпуса вывести из окружения. То есть, что тоже немаловажно, сохранил боеспособность войск. Для самого Шумилова этот эпизод боевой биографии остался раной на сердце. Из окружения он вывел около трех тысяч человек. Но больше семи тысяч не смогли вырваться из смертельного капкана. Это были самые многочисленные потери в живой силе за всю жизнь Михаила Шумилова. Он, не потеряв порядка, с боем пробил коридор, вышел и занял оборону вдоль Нарвского шоссе. Это было оценено. Его назначили командиром, заместителем командующего 55-й армии. 55-я армия обороняла подступы к городу на Лужском рубеже. Эта система укреплений протяженностью около 300 километров должна была остановить стремительные наступления немецкой группы армий «Север» с юго-востока. Заместитель командующего – это, по сути дела, фактически второй руководитель войск – это Михаил Степанович Шумилов. Но армия в составе фронта также вела, в общем-то, оборонительные бои. Ленинград был одной из основных целей Гитлера. Здесь располагались базы Балтийского флота и крупные военные заводы. Поэтому к началу августа на юго-восточных подступах к северной столице вермахт сосредоточил главные силы. Они превосходили красноармейцев в пехоте в полтора раза, в артиллерии и танках – в два. В авиации превосходство также было на стороне противника. В этой ситуации Шумилов требовал дисциплины и грамотного управления всеми участками на юго-восточном фланге фронта. И вся деятельность, вот его как заместитель командующего армии и самой армии, и тем, как он воевал, сводилась к тому, чтобы лишить немцу возможности и занять какие-то более-менее выгодные районы в пределах обороны. 55-я армия к началу августа еще не была окончательно укомплектована. Всего около 10 тысяч бойцов – это в два раза меньше, чем, например, у воевавшей рядом 54-й. Шумилов на военных советах настаивал на тактике, которая позволит сохранить людей, успеть подготовить резервистов и дать отпор врагу, когда для этого будут силы. Личность очень велика. Конечно, велика. Каждый действительно на своем месте, да, солдат, генерал. От каждого зависит. Вот можно бросить людей действительно, как пушечное мясо, да, его переколотят их всех. А можно их беречь. Чтобы минимизировать потери, 55-я армия весь август отступала. Но как только в середине сентября 1941 года ее усилили остатками других армий и отрядами ленинградских ополченцев, части 55-й немедленно начали контратаковать. Что дало возможность армии закрепиться в районе стратегически важной точки – Пулковских высот. Этот рубеж гитлеровцам было не суждено взять до конца войны. «Лучше быть погибшим воином, чем живым предателем», – любил повторять подчиненным Шумилов. Эту истину он вывел для себя еще в годы гражданской войны в Испании. «Если вы откажетесь, мы расстреляем 17 советских граждан, которых арестовали. Сейчас они в тюрьме». Услышав это, Шумилов на какой-то миг оторвал трубку телефона от уха. Она стала тяжелой, словно налилась свинцом. «Его шантажировали, чтобы заставить коммунистов Испании сложить оружие. Вы пользуетесь авторитетом среди солдат республиканской армии, и вашего слова будет достаточно». Михаил понимал, если откажется, расстреляют не только заложников, но и его самого. Но пойти на предательство он не мог. «Я неуполномочен вмешиваться во внутренние дела Испании», – ответил он. И, повесив трубку, начал разрабатывать план эвакуации советской дипмиссии. Они смогли даже подняться в воздух, чтобы вылететь из страны. Но в пути выяснилось – самолет кем-то умышленно поврежден. Пришлось совершить вынужденную посадку. Франкисты арестовали Шумилова с соратниками, угрожали расстрелом. А потом, ограбив, вывезли в Алжир. Оттуда чудом удалось вернуться в Советский Союз. За Испанию Михаил Шумилов получил свой первый орден – Красного Знамени. Но награды за прошлые заслуги всегда не в счет, когда судьба бросает вызов. И в 1942-м под Сталинградом генералу вновь предстояло доказывать, чего он стоит. 19 августа немецкие ударные группировки форсировали Донберг и создали плацдарм на его восточном берегу для наступления на Сталинград. Меньше чем через неделю после того, как враг оставил попытки прорвать оборону 64-й армии под командованием Шумилова южнее Сталинграда, командарму пришлось отдать приказ отступить, чтобы помочь соседней, 62-й армии, которая с боями отступала севернее. Командование фронта принимает решение отводить войска уже непосредственно к городской черте. Опять же, чтобы сократить линию фронта, сократить участок, который необходимо оборонять, для того, чтобы усилить оборону. И постепенно 64-я армия отводится уже на территорию Сталинграда и занимает ее южную часть. Хотя самые напряженные бои в начале сентября вела на севере города 62-я армия Чуйкова, большую часть линии обороны Сталинграда держала именно 64-я армия Шумилова. 12 сентября немцы начали штурм города на всех участках. Основной удар пришелся на стык между двумя советскими армиями. И там даже на короткий промежуток времени 8-километровый участок берега противнику удалось занять. Но, опять же, благодаря энергичным действиям, в том числе и 64-й армии, этот 8-километровый коридор удалось достаточно быстро срезать. Немецкие войска, вклинившись между советскими армиями, разделились на две части и заняли оборону по флангам. С помощью тяжелых орудий они не давали красноармейцам даже приблизиться. Тогда Шумилов приказал установить артиллерию на платы и лодки и атаковать с Волги. Такого поворота противник не ожидал и вынужден был ретироваться. Но уже на следующий день немцы вернулись с подкреплением. На этот раз им удалось прорвать оборону 64-й армии и занять высоту, известную так же, как Лысая гора. Здесь вырыли траншеи, установили мины и обнесли гору колючей проволокой. И вот эта вот высота, она имела важное такое и стратегическое оперативное значение, потому что по тем временам, если вот с этой высоты открывался вид на всю южную часть Сталинграда и на Заволжье. Шумилов понимал, с этой высоты враг сможет вести огонь по предприятиям на юге города, выпускавшим технику и снаряды для фронта. Поэтому решил нанести контрудар на одном из участков горы, который занимала немецкая 14-я танковая дивизия. Она полностью, знаете, со всеми тонкостями военного дела, фортификационного искусства, подготовки, она держала насмерть эту оборону. Однако две стрелковые дивизии 64-й армии в кровопролитных боях выбили немцев с хорошо укрепленных позиций и держали оборону, пока не осталось лишь четверть от всего личного состава. Жесткие артиллерийские обстрелы и постоянные бомбардировки с воздуха вынудили Шумилова отступить. Это южная высота. Ее называли немцы нашей гора смерти. А Полосьмак, глава советского района в свое время, он, знаете, как ее называл? Лысая гора. Это Брестская крепость Сталинграда. 147 дней на Лысой горе 64-я армия вела позиционные бои. Случалось, что на площади всего в 4 квадратных километра с обеих сторон сражалось до 50 тысяч солдат и офицеров. 2 октября 1942 года советские войска потеряли здесь больше 500 человек убитыми и почти 1500 ранеными. Все ради того, чтобы отвлечь 3 немецких дивизии и около сотни танков от фронта 62-й армии в центре города, в районе Мамаева-Кургана и заводских окраин на севере Сталинграда. Маленькая узкая полосочка оставалась на берегу Волги, которую контролировали советские войска. Все остальное было подконтрольно немцам. Командующий Сталинградским фронтом маршал Еременко вспоминал, как однажды в минуту сомнений позвонил Шумилова. Спросил, выстоит ли. Тот ответил боском, духом не падаем, товарищ командующий. Прошу о нас не беспокоиться, задачу выполним. И столько было спокойствия, уверенности в этих словах, что всякие сомнения исчезли сами собой. На доле двух советских армий, 62-й Чуйкова и 64-й Шумилова, выпало самое трудное – выстоять до того момента, как все будет готово для контрнаступления. Когда начинается 19 ноября операция «Уран» по освобождению Сталинграда, все было продумано. Удар наносился там, где наиболее слабые места. Слабым местом являются румынские части. На севере города, юго-западный и правое крыло Донского фронтов прорвали оборону Третьей румынской армии. На юге и востоке солдаты Сталинградского фронта 20 ноября разбили 4-ю румынскую армию. И в районе Калача наши войска соединились. Немецкая группировка была окружена. Мы предполагали, командование Красной армии предполагало, что окружено 90 тысяч человек. На самом деле было 330 тысяч. То есть это немыслимая, в общем-то, по тем временам цифра. Но до разгрома гитлеровцев было еще далеко. Они уплотнили свои боевые порядки и организовали оборону на позициях, хорошо оборудованных красноармейцами еще летом 1942 года. Во второй половине января, ближе уже к 20-м числам, получив резервы и подкрепления, уже 64-я армия получает приказ наступать по направлению к центру города и двигаться на сближение 62-й армии Чуйкова. Первая крупная победа в ходе январского наступления 64-й армии – взятие Лысой горы. Для штурма Шумилов приказал сформировать мобильные группы огнеметчиков, которые после артподготовки пробирались к опорным пунктам врага и выкуривали его из убежищ. Овладев высотой, шумиловцы начали артиллерией расчищать себе путь в центру города. И 29 января 1943 года, перейдя реку Царица, соединились с 62-й армией, загнав остатки немецкой армии в окружение. И в одном из зданий, которое прилегало к площади павших борцов, в ходе боев, это уже была ночь с 30 на 31 января, был взят гарнизон пленных, и вот среди пленных оказалось три офицера, три майора. Шумилов сам проводил опрос пленных. Все они показали, что после 25 января штаб немецкой группировки переместился в большое здание севернее площади павших борцов. Стало ясно, это бывший универмаг. Со всех сторон подступы к нему прикрывали укрепленные узлы обороны. Их сопротивление требовалось подавить срочно, потому что поступила информация. Гитлер присвоил Паулюсу звание генерал-фельдмаршала. По сути, это означало требование не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Но Шумилов понимал. Паулюс – один из разработчиков плана «Барбаросса», обладатель бесценной информации о стратегических замыслах немцев. Нельзя позволить ему покончить с собой. В ночь на 31 января 1943-го командарм 64-й одну за другой курил папиросы и пил очень крепкий чай. Генерал приказал срочно вывести из резерва 38-ю мотострелковую бригаду, чтобы захватить универмаг. Однако даже этого не хватило, чтобы справиться с яростным сопротивлением на подступах к зданию. Шумилов направил туда артиллерию. Штаб блокировали, начались переговоры о капитуляции. Один из участников переговоров записал в дневнике. Отправляя нас, командарм Шумилов дал предельно четкие указания. Принять все меры предосторожности и проявить дипломатическую смекалку, чтобы взять фельдмаршала Паулюса живым. Повторяю, живым. Для принятия капитуляции штаба был направлен генерал-майор Ласкин. Это был начальник штаба 64-й армии, который выехал специально в центр города и, собственно, объявил штабу немецкого и взял в премьер непосредственно Паулюса. Затем командующего 6-й немецкой армией доставили в Бекетовку, где располагался штаб 64-й армии Шумилова. В ожидании генерал Шумилов мерил комнату шагами. Он выглядел особенно строго в этот момент. Но подчиненные, хорошо знавшие генерала, понимали, он волнуется. Когда Паулюс и двое его штабистов вошли, то по привычке вскинули руки в нацистском приветствии. Хайль Гитлер, Шумилов резко отдернул их. Здесь нет Гитлера, потрудитесь приветствовать, как положено. Паулюс приложил руку к фуражке и по требованию советского генерала предъявил документы. А также подтвердил, что накануне произведен в генерал фельдмаршалы. После этого Шумилов гарантировал всем троим пленным сохранение жизни, безопасности мундира и орденов. Дальнейшие события подтвердили соображения Шумилова. Паулюс оказался источником бесценных сведений. Человек этот владел информацией не только оперативного уровня, но и знал дела генерального штаба, знал мобилизационные возможности, боевой потенциал армии. И поэтому, как источник информации, сложно, конечно, переоценить значение вот этого военнопленного. Шумилов быстро понял, что Паулюс сломлен случившимся и уклоняется от ответственности за судьбу подчиненных. Он отказывался дать приказ прекратить сопротивление, объясняя, что приказать подобное может лишь тот, кто непосредственно находится с войсками. Эту миссию в итоге взял на себя генерал-майор Роске, командовавший южной частью окруженной немецкой группировки. Так что с оставшимися очагами сопротивления было покончено за два дня. 64-я армия после этого, после таких вот, ну, можно сказать, выдающихся заслуг в ходе обороны Сталинграда, она 16 апреля же вошла в элиту вооруженных сил, стала гвардейская, 7-я гвардейская армия. Когда член военного совета Хрущев подчеркнул особую роль командующего 64-й армией в Сталинградской победе и пленении Паулюса, генерал ответил, «Меня не было среди бойцов, которые окружили его штаб, а данные, которые мы получили от фельдмаршала, передали в соседние части. Они смогли их использовать и освободить Сталинград, так что это наша общая победа». И я прошу вас, Никита Сергеевич, передать вот это личное оружие командующего 6-й немецкой армией Паулюса командованию всего Сталинградского фронта. 5 июля 1943 года доукомплектованная после многочисленных потерь Сталинградской битвы 7-я гвардейская армия под командованием Шумилова заняла позиции на левом фланге Воронежского фронта. Потому что после Сталинградской битвы его армия была передана в состав Степного фронта, в Коневу, на южном фасе Курской битвы, где проходила. Задачей 7-й гвардейской было оборонять рубежи вдоль левого берега Северского Донца, южнее Белгорода. Так случилось, что из пяти общевойсковых армий Воронежского фронта и двум 6-й гвардейской и 7-й гвардейской армии Михаила Степановича Шумилова выпало принять основной удар противника группы армии Юг под командованием фельдмаршала Манштейна. Для проведения наступательной операции «Цитадель» Гитлер приказал собрать 50 самых боеспособных дивизий под командованием лучших генералов. Но главные надежды на победу фюрер возлагал на новые тяжелые танки, которые только приняли на вооружение. «Тигр» и «Пантера» уже в первых боях под Курском показали, что способны поражать любую советскую бронетехнику с дистанцией 2 километра, оставаясь при этом неуязвимыми. Против войск Шумилова действовал немецкий 3-й танковый корпус и три пехотные дивизии. Немцам удалось ценой больших потерь преодолеть первый оборонительный рубеж и пробить брешь во втором. Высокие потери, которые немцы понесли под Курском и в технике, и в людях, снивелировали их превосходство над Красной Армией. И вот очень важную роль, большую лепту в это внесла армия Шумилова. Разведка 7-й гвардейской четко определила места, где противник должен накапливать силы для рывка, через речку. И в результате, когда советские войска открыли артиллерийский огонь, потери армейской группы Кэмф, которая должна была прорывать оборону армии Шумилова, оказались очень высокими. После прорыва противником 2-й оборонительной полосы сложилась критическая ситуация. Еще немного и немцы вышли бы в тыл к 69-й армии, которая вела напряженные бои под Прохоровкой. Чтобы этого не допустить, Шумилов предпринял серию контрударов и сумел дождаться подхода подкрепления. В результате, несмотря на прорыв полосы оборонной армии Шумилова, выйти на оперативный простор ударным соединением армейской группы Кэмф не удалось. 3 августа 1943 года войска Воронежского фронта перешли в наступление. Части 7-й гвардейской армии Шумилова форсировали Северский Донец, взломав оборону центрального сектора оперативной группы Кэмф. Гвардейцы активно участвовали и в наступлении. Они участвовали в освобождении города Белгорода и очень важную роль сыграли в освобождении крупного, очень крупного административного и промышленного центра Советского Союза города Харькова. После освобождения Харькова армия Шумилова продолжала теснить врага на запад к берегам Днепра. В его форсировании участвовали 10 советских армий. Но первыми на противоположный берег высадились именно бойцы Шумилова. Они же организовали коридор для переброски тяжелой техники через водную преграду благодаря точенной в Сталинграде и Курске тактике артиллерийского контрнаступления. Части, которые форсировали Днепр, они буквально сходу вступали в бой. То есть даже мелкие воинские соединения, известный случай, когда отдельные минометы даже на этих плотиках ставились, и уже вела стрельба прямо непосредственно с водной части реки. За эту операцию 26 октября 1943 года Михаил Шумилов получил звание Герой Советского Союза. Тот результат, который добились войска Шумилова и под Сталинградом, и под Курском, и в дальнейшем, в 1944-1945 году, свидетели стоят об одном, что они шли под командованием выдающегося военачальника. В составе 2-го Украинского фронта участвовал в битве за Карпаты, ну, там потом были эти Бутапешская операция, Дебрецинская операция, Яско-Кишиневская, все это было, и показался случай страны. Победу 7-я гвардейская армия встретила в Чехословакии. Таким образом, генерал Шумилов провел всю Великую Отечественную войну на фронте от первого до последнего дня. К 60-ти годам Михаил Шумилов успел поучаствовать в обеих мировых, двух гражданских и советско-финляндской войнах. В двух из них получил серьезное ранение, к тому же сказалось огромное нервное напряжение, пережитое в годы Великой Отечественной. Его не стало в июне 1975 года. Вот на Мамаевом кургане захоронена урна с прахом Шумилова. Почему Мамаев курган? Ведь его же армия держала так называемую Лысую гору, высота 145, это южная часть нашего города, за которой шла не менее упорная драка, чем за Мамаев курган. Но как-то получилось так, что Михаил Степанович Шумилов остался в тени. Вот по сравнению с другими генералами. Как-то журналист спросил у Шумилова, вот уехал плененный 64-й армии генерал-фельдмаршал. Какие мысли и чувства владели вами в эти минуты? Шумилов ответил, подумалось, что самое трудное позади. Будут еще десятки и сотни ожесточенных схваток, но тяжелее уже не будет. Противник теперь перед нами битый, основательно битый. Это мы все почувствовали. В ноябре 1968 года на Лысой горе в Волгограде установили 20-метровый обелиск. На барельефе надпись «Мир отстоявшим для будущих поколений». Слава вам и вечная благодарность Отечества! Родина чтит эти подвиги, имя которым – бессмертие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова